В Запорожье появится реабилитационный центр, в котором смогут проходить лечение, в том числе и чернобыльцы. Об этом сообщил мэр Владимир Буряк на встрече с ликвидаторами. Тех, кто в свое время встал на борьбу с немирным атомом, в Угорсовете наградили памятными медалями. Сами ликвидаторы поделились своими воспоминаниями о работе в зоне отчуждения. Подробности в сюжете. Они отправились на место аварии, не зная, что там произошло. Ликвидаторы чернобыльской катастрофы рассказывают, спустя 30 лет после аварии так и не смогли забыть то, что увидели на месте разрушенной АЭС. Среди них и запорожец Александр Ковалев делится, прибыл в Чернобыль, будучи солдатом срочной службы. 26-го он ночью взорвался, 4-й блок реактора. 28-го нас подняли по тревоге и мы выдвинулись. Одни из немногих солдат-срочников выдвинулись вот туда, в район Чернобыльской АЭС. Горе и несчастье тех людей, которые подозревали, что они уезжают надолго, но до конца, наверное, не отдавали себе отчет, что они уезжают практически навсегда. Ликвидаторы добавляют, во время работы в Чернобыле дозы радиации никто не отслеживал, ведь приборы учета облучения нередко зашкаливали. Никаких средств защиты не было абсолютно, что такое лепестки, маски, дозиметры, мы вообще такого не знали. Ну, второй день после аварии никаких средств абсолютно ничего не было. Ну, мы первые, мы первые зашли вот 28-го апреля 86-го года, мы зашли в 10-километровую зону. Ну, один из наших полков. Тех, кто перенимал участие в ликвидации страшной аварии, наградили в мэрии памятными наградами. По словам городского головы Владимира Буряка, подвиг чернобыльцев надолго останется в памяти украинцев. То, что вы сделали в свое время, это, наверное, ни одной стране, ни одному народу мира, ни одним людям не под силу. Сотни людей, которые участвовали в ликвидации той трагедии, аварии, они шли не по приказу чему-то, шли по зову своего сердца, выполняя долг, прежде всего защищая свои семьи от того чудовища, которое было в то время действительно, может быть, даже непонятно, что происходит и как происходит. Также Владимир Буряк обсудил с ликвидаторами актуальные для них проблемы. Мэр отметил, на последней сессии Горсовета депутаты проголосовали за создание реабилитационного центра для чернобыльцев на базе Третьей горбольницы. На эти цели с городского бюджета выделили 400 тысяч гривен. Также мэр сообщил, что уже принято решение о строительстве памятника героям Чернобыля. Его установят там, где раньше был монумент тревожной молодости. Сейчас уже ведется проектирование мемориала.